здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на моем канале с вами колесников валерий геннадьевич врач-педиатр с 30-летним опытом практической работы сегодня хотел бы с вами обсудить одну очень интересную нужную полезную тему для детей первого года жизни она как никогда актуальна вот но к сожалению бывают случаи когда она становится актуальной на втором году а еще хуже что это случается чуть позже на третьем иногда даже на четвертом моей практике просто были ну несколько случаев вот когда эта проблема становилась действительно большой проблемой вот разговор идет о том когда приучать ребенка к горшку тема неоднозначна еще раз говорю здесь просто очень много мнений по этому поводу физиологически ну считается что как бы ребенок готов к этому процессу становится готов к этому довольно таки серьезному скажем так явлением до своей жизни вот навыку которую он должен приобрести физиологически он готов к нему ну скажем так после полутора лет когда собирается все воедино все факторы на вот и в общем то он может уже как бы осознанно этот вопрос решать но есть еще несколько вариантов как это можно сделать вот поэтому давайте мы сейчас разберем с вами все что мы можем сделать в этой ситуации для того чтобы вы смогли сделать осознанный выбор какой вам вариант ближе вот потому что они абсолютно разные и последствия соответственно могут быть разные вот поэтому давайте так ну в принципе вариант 1 это тогда заниматься нужно этим тогда когда в общем то не то что когда ребенок готов а когда в общем то вы готовы для того чтобы этим заниматься вот ну есть варианты когда эти начинают заниматься практически с самого рождения это требует определенной дополнительной скажем так готовности дополнительного напряжения потому что ну сами понимаете да 1 1 месяца жизни там и так в общем то довольно таки напряженной ситуации тут еще надо тут следить за этим моментом давайте объясню почему почему это нужно делать вообще в чем смысл такого раннего привлечения ребенка горшку смысл только один но во всяком случае первый такой большой плюс почему это нужно делать но особенно скажем так для мальчиков да потому что что в себе содержит вот эта проблема если мы долго не то что не обращаем на нее внимание опускаем ее так свободное плавание до ребенок еще маленький он находится практически постоянно в памперсах вот для мальчиков это довольно таки большая проблема мы сейчас об этом не будем об этом я обязательно вам расскажу отдельно потому что то что сделали с нами памперсы с нашим поколением 90-х вот это наверное сродни ну скажем так генами геномодифицированного оружия или что-то вот вот на этой основе поэтому просто сам факт того что на ребенок постоянно в памперсе идет как бы процесс нежелательный для мужских половых органов в частности для яичек вот и если вы об этом ничего не знаете и не думаете об этом его вас эта тема пока не интересует но в принципе вы можете попасть в очень интересную историю чуть позже когда ваш ребенок подрастет и обнаружится что какие-то тут оказывается возникли проблемы с половой сферой поэтому лучшее лечение это профилактика и лучше об этом подумать сейчас вот раннее привлечение горшку как раз себе побочным эффектом побочным эффектом содержит вот это вот навык того что параллельно вы освобождаетесь от памперсов ну согласен да это наверное не так просто но тем не менее в общем то если задаться целью если понимать как это делается то в принципе можно это сделать довольно таки ну скажем так беспроблемно в течение там ну того же месяца любой какой-то навык он в течение месяца приобретается вот поэтому в принципе на первом ну на первом месяце если естественно этим заниматься не то что не стоит вам просто некогда элементарно но с первого с первого же скажем так месяца в жизни вы просто если вы считаете что эта тема для вас актуальна начинаете обращать на это внимание о чем я имею ввиду что я имею ввиду вы начинаете просто замечать да вот это замечательная мама начинает обращать внимание на то как часто их ребенок мочится на то как часто он какает вот потом вас начинает интересовать такие вопросы когда это случается да ну потому что там на первом месяце допустим процесс идет как правило ну практически всегда примерно в одном варианте даты ребенок покушал через какое-то время он естественно сразу и пописал и покакал вот потом на вторые на следующие месяца 2 3 потихонечку картина может меняться а на 4 5 от стиля питания естественно там в общем то уже какая-то складывается вполне понятная ситуация поэтому в принципе если вы не готовы решать этот вопрос самого рождения хотя по практике могу сказать что с рождения в общем то это вообще никаких никаких особых усилий это не требует вы просто уже учитесь вы понимаете когда ваш ребенок ну если во всяком случае не писать то когда какает вы уже точно знаете этот процесс можно в общем то запускать в нужном направлении вот минуя все вот эти вот ненужные изыски нашей так цивилизации минуя памперсами да вот поэтому в принципе вот так потихонечку в общем то можно в течение в течение ну скажем так с полугода решить этот вопрос вот поэтому для тех кто готов для тех кто готов этим заниматься тот кто понимает для чего это нужно вот я вам в общем то я тоже склоняюсь к этой версии со своими детьми мы в общем то делали примерно то же самое я не помню точно сроки но до года мы в общем то их обучили элементарно этим навыкам и в дальнейшем никаких проблем в общем то не испытывали вот мои знакомые друзья с кем я общался в общем то примерно себя вели в таком же стиле хотя я знаю случай да действительно когда в общем то дети занимались этим чуть позже и в общем то получали неплохие результаты вот это вот как раз второй стиль что вы начинаете заниматься этим вопросом где-то в районе там полутора лет вот когда ребенок уже готов когда с ним можно скажем так уже общаться целенаправленно в этом направлении вот в принципе да наверное почему бы и нет но здесь возможны варианты если по каким-то причинам скажем так не сложилось у вас вот что-то там не получилось вы не смогли и прочее а тут уже начинается третий год жизни вот а если в третьем году у вас это еще раз там что-то какие-то обстоятельства вы решили что в принципе ничего страшного но сейчас подрастет научиться и так далее вот на четвертом году жизни этим вопросом заниматься будет уже очень сложно поэтому настоятельно рекомендую вам для себя определиться что в конечном итоге вы хотите получить хотите получить потому что еще раз говорю первой первое полугодие если вы начинаете заниматься на первом полугодии жизни ну или хотя бы там шесть месяцев вот это будет сделать довольно таки легко история о том что в конечном итоге ребенок который научился заниматься этим но на первом году жизни может этот навык посерять но наверное имеет под собой почву но я вам рассказал про побочный эффект особенно действительно касается мальчиков но и девочкам тоже есть там свои положительные моменты но вот я хотя бы про мальчиков вам говорю то что мы можем так этим таким своим своими вот этими действиями избежать просто проблем в половой сфере потому что это основная проблема памперс это основная проблема мужской половой сферы если мы к ним относимся так как не должны к ним относиться не так как вспомогательный инструмент а так как это благо цивилизации когда ребенок там круглосуточно практически находится в памперсах до очень приличного возраста вот поэтому в общем то здесь вот вот такая вот задача здесь главное наверное даже не не решить вопрос с горшком а главный вопрос решить вопрос с памперсами подготовить мужские половые органы скажем так яички для того чтобы они просто жили той жизнь которую они должны жить они должны быть всегда в прохладе и температура даже на один градус если повышается в области яичек это для них является проблемой если происходит процесс длительно тогда это получается большая проблема вот можете посмотреть статистику просто там андрологи для них это вообще там целая целая история они кричат об этом уже очень давно ну пока их по моему особенно мы не слышим поэтому вот даже в таких видео о том как приучить ребенка к горшку основная тема здесь является как раз вот андрология мужские проблемы вот но навык этот действительно серьезное и вы в общем то помимо этого бонусы приятного должны понимать что если вы немножечко напряжетесь поработаете над этим вопросом то в принципе у вас никаких проблем впоследствии не будет вот а в полутора в полтора два года если вы будете этим заниматься ну да вы можете также успешно этот решить вопрос вот но если у вас это не получится на втором на третьем году а тем более если на четвертом году этот вопрос будет решать очень сложно поэтому выбор за вами желаю вам успешно успешно решить этот вопрос встретимся в следующем видео всем успехов